Разрешающая способность или разрешение изображения — это величина, определяющая количество элементов изображения на единицу длины, то есть это плотность точек или пикселей. Существует множество видов разрешения, и их часто путают между собой, чем пользуются маркетологи, продавая различную компьютерную фото- и видеотехнику. Понятие разрешающей способности пришло из оптики, где предел различимости двух соседних объектов определялся мирой, специальной кленовидной линейкой с отмеченными плотностями линий, линиатурой. Там, где соседние линии переставали различаться, наступал предел оптической разрешающей способности, и соответствующее количество линий на дюйм, обычно в таких единицах записывают линиатуру, становилась характеристикой оптической системы. Представим себе путь, который проделывает изображение, полученное цифровой фотокамерой до отпечатка. Объектив фотокамеры имеет свое оптическое разрешение. Для измерения линиатуры используется стандартная таблица, элемент которой вы видите на экране. Полная таблица повторяет мозаику из таких элементов, это позволяет определить линиатуру для разных областей изображения. Это нужно, потому что объектив дает неоднородное по качеству изображение возле оптической оси и на периферии. Матрица фотокамеры регистрирует лишь определенное, пусть и большое количество пикселей, отсекая всю остальную информацию, даже если объектив позволяет получить больше разных точек. Размер матрицы, выраженный в количестве получаемых с нее пикселей, называют еще разрешением, хотя это и некорректно, ведь разрешение — это не количество, а плотность пикселей. Процессор камеры также влияет на получаемое изображение, но это уж другая история, об этом позже. Монитор, на котором отображается фотография при обработке, напрямую не влияет на само изображение, но неправильно откалиброванный монитор скажет о спреете оператора, отчего он может некорректно редактировать изображение. Также дисплей фотокамеры обычно имеет меньше точек, чем демонстрируемые им снимки, что скрадывает часть деталей. Сохранение в один из форматов файлов может радикально изменить назначение изображения. В зависимости от того, будет изображение печататься или демонстрироваться на страничке в соцсети, к нему предъявляются разные требования, часто взаимосключающие. При подготовке изображения к печати происходит его растрирование, то есть создание четырех одноцветных изображений без полутонов. Такие изображения будут воспроизведены принтером. Полутон передается частотой или размером точек полиграфического растрера. Принтер же не умеет печатать слегка пурпурным, он либо ставит точку, либо нет. Здесь обнаруживается, что одна точка принтера совсем не равна одному пикселю, если только речь не идет о печати черно-белого изображения без полутонов, ну текста, например. Чтобы печатать даже черно-белую полутоновую фотографию, требуется каждому пикселю выделить значительное число точек. Поэтому для печати обычно используют фотоизображения от 300 до 600 точек на дюйм, а принтеры при этом могут иметь разрешение, порой превышающее до 2000 точек на дюйм. На разрешении дисплея остановимся отдельно. Во-первых, определимся с понятиями. Дисплей — это электронное устройство, предназначенное для визуального отображения информации. Монитор — это более общий термин, обозначающий в технике устройство для слежения и контроля вообще, не обязательно визуально. Например, студийные или сценические мониторы — это акустические системы, чтобы звукорежиссер или исполнитель могли контролировать звук. Экран — в данном случае это часть дисплея, отображающая выводимую визуальную информацию. Так вот, с разрешением дисплея существует такая сложность. Мы говорим «видео высокого разрешения», подразумевая количество точек по вертикали и горизонтали. Или говорим, что разрешение монитора — 1280 на 1024 точки. Про разрешение дисплея уместнее было бы говорить в таком контексте. Современный смартфон зачастую отображает такое же количество точек, как и огромный телевизор — 1920 на 1080. При этом, разумеется, размер одной точки и плотность их расположения отличаются многократно. Вот это разговор про разрешение. Но в быту и так уж прижилось. Описывая характеристики дисплеев, количество точек называют разрешением. Так же, как и количество пикселей матрицы, фото- или видеокамеры, но только в этом случае называют общее количество пикселей, например, 8 мегапикселей. В итоге можно считать, что количество точек, выводимых дисплеем, допустимо называть разрешением. Но про себя помните, что разрешение — это все-таки плотность, а не количество.